Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России совместно с психологами силовых ведомств разработали памятку по борьбе с тревожностью и стрессом. О самых эффективных методах подробнее поговорим в заключительной части вечернего хэштега. Юлия, сложный для меня вопрос, но одна из самых главных вообще рекомендаций специалистов сохранять цифровую гигиену. Я, как человек, работающий в новостях, для меня это, ну, как бы, все равно большой вал всевозможных новостей. Какой режим все-таки выбрать чтение новостных пабликов, телеграм-каналов, ютуба, еще чего-то, телевизора? Или, может, вообще просто отказаться? Вот если ты чувствуешь, что у тебя нервят большой, успокоится и говорит, ну, я послушаю Бузову, допустим. Ну, не принципиально, что именно она, а вот что-то в таком духе. Что-то в таком духе. Как говорит наш режиссер, смотрите мультики и будете счастливы. Вот. Нервная система у человека разная, порог стрессоустойчивости тоже разный. И ты вот эту новостную ленту запустил, и ты еще на работу не вышел, а уже седой. Тебе еще не постучался военкомат, а ты уже не готов идти в принципе. Тем более мудро-то с чего начинаем? С проявствования ленты? Ну, по крайней мере, мы точно. Вообще нет. Вот я встала в 5 утра, и это первое, что не хочу знать, это то, что меня может убить, потому что впереди клиенты весь день рабочие. А, то есть еще вот так, да. Кстати, выстраивать, да. Ну и перед сном, соответственно, тоже нельзя. Умничка. Перед сном вообще не-не-не. Мозг запускается и разгоняется, и бывает, ты вот лежишь, а уснуть не можешь, у тебя там как будто бы вот что-то происходит. Аккуратно с собой, к себе бережнее, тогда и мир будет легче восприниматься вокруг. И с новостями на самом деле можно переесть. Тебе все равно, ты придешь, расскажут. Бабушки на лавочке, коллеги, дети в песочнице. Все все знают. А вот этот ужас нагнетаемый. Ну вот, кстати, во время пандемии коронавируса в английских словарях появилось новое слово, ставшее одним из самых популярных. В то время, я думаю, до сих пор оно где-то в топе. Дум-скроллинг или зависимость от чтения плохих новостей. Рейса, вот как вы считаете, правильно, что на негативную информацию подсаживаешься? И как с этим бороться? Когда ты специально ищешь, что еще плохого произошло, что еще плохого случилось? Да, я согласна с вами, что подсаживаешься. Это наше человеческое любопытство, которое любит подогревать, да. Некоторые люди любят ужасы посмотреть. А в чем это дело? Става богу, что с нами не случилось? Или еще себя больше напугать? Для чего? Успокоить или напугать? Ну это своего рода какой-то эмоциональный такой наркотик. Я вот думаю, пощекотать нервы, знаете, вот это вот, что-то вот узнать такое душесчипательное. Это просто, я считаю, что это человеческая природа, это заложено в человеческой природе, но увлекаться сильно этим не надо. И для этого вот у нас есть специалисты, которые могут на физиологическую точку, с точки зрения физиологии. А вот, кстати, да, Алиса, этот самый думскроллинг, в зависимости от плохих новостей, ученые, исследователи, у 74% начались проблемы с психикой, а у 61% из-за пагубной вот этой привычки узнавать плохие новости, читать их, ухудшилось физическое здоровье. Как вообще негативная информация может, какой негативная информация может нанести урон вот непосредственно нашей физиологии, телу? Не знаю, какие заболевания от этого могут возникнуть? В этом моменте уже давно поставлена научная точка. Во-первых, если человек получает плохую новость, первое, что включается, включается наша иммунная система. Она пытается нас защитить от того, что может прийти и стать опасным для нашей жизни. Поэтому если человек регулярно получает плохие новости и не учится с ними бороться, и не справляется, или самосознанно идет для того, чтобы эту новость получить в новостную ленту, в телевизионные какие-то передачи, ток-шоу, радио и так далее, то иммунная система говорит ему, нет, так дело не пойдет. То есть и обязательно человек заболевает, и она его укладывает в постель, чтобы он вот как бы… Это защитный механизм. Вторые заболевания, которые часто возникают как реакция на плохие новости, это, к сожалению, онкологические проблемы. Потому что деление клетки, давно доказано, это умный процесс. И, соответственно, если это деление нарушено, если на нее, на эту клетку влияют наши гормоны стресса, вещества, которые выделяются в момент стресса, она начинает неправильно делиться. Это тоже, по сути, защитный процесс. Ну и последнее, конечно же, это расстройство сна и психические проблемы. С расстройствами сна мы сталкиваемся в 95, по сути, процентах случаев, если активно это выявлять. И здесь тоже мы пациенту говорим, ваша нервная система в большинстве своем очищается от плохих белков ночью. Если вы плохо спите, вы автоматически попадаете в группу риска по болезни Альцгеймера, деменциям, вопросам, связанным с возрастным слабоумием или сосудистыми заболеваниями. У нас еще появилось такое понятие, как фейки, еще со времен коронавируса. В связи с этим, я помню, когда я разговаривал с мамой по поводу коронавируса, она мне пишет, тут скинули, надо срочно дышать над спиртом, нагревать его, это тебя обязательно спасет, излечит. И там из кипидара она мне кидала, и чего только она не кидала. Юлия, вот как справиться, во-первых, с этим? Ну, где себе поставить стоп вот эти шоры по поводу фейков? Потому что от них тоже расстраиваешься. Их тоже нужно как-то уметь отбрасывать вовремя. Ну и опять же, как вот, допустим, разговаривать с другими людьми, когда ты подаешься, это фейк, не верь, вот, а тебе наоборот, это все, да нет, это правда, это же вот, это же подруга сестры, мужа того скинула, а там в Краснодаре рассказывали, что скипидар надо втирать в пятки-то, я не знаю. И все сразу работает. Да. Про фейки. Вот у тебя есть информационный голод, и, видимо, вот это прямо жизненно необходимо что-то такое делать, чтобы свою, вот, например, говорливость повышена, тоже один из признаков невротизации, когда ты себя как будто бы вот заговаривая, останавливаешь. Вот ловля фейков и все вот это вот, багульник там, не знаю, к пяткам там и так далее. Это все попытки гармонизировать нервную систему. Как от этого избавиться? Я человек науки, и мне кажется, что каждый занимается своим. Строитель строит, врач лечит, учитель учит. И давайте через интернет будем гуглить, как там дом себе построить с нуля, будучи там, не знаю, художником, авангардистом. Каждый занимается своим, вот это нужно понимать. По моему взгляду. Ну вот, что касается еще одного такого фейка, да, или не фейка, а скорее, когда люди, они даже в этом другом не понимают. Это моя любимая тема. Тормологи, которые сейчас возникли с какой-то невероятной скоростью в социальных сетях, предлагают сделать расклад, узнать, мобилизуют мужа, парня, жениха, сыном или нет. Свечка, которая заговорена на то, чтобы не мобилизовали, там никуда не ушел, там, не знаю, расклад, оберег, чтобы там в зоне боевых действий спастись. Вот что вы вообще в всем этом можете сказать? Или пусть, если успокаивает обратившегося, да и пусть хоть. Да хоть шаман с бубом. Что ты вообще веришь? Кому-то в церковь хорошо, потому что эта вера – это сильная вещь. Кому-то хорошо карты разложить, свечку задуть в ночь на кладбище. Вот это, пожалуйста, если тебе от этого легче… Но на этом же мошенники наживаются и бывают, мягко говоря, не на маленькие суммы. Наживаются. Или бывают последние, отдают, чтобы заговорили от всего. От того, что мы сейчас в эфире скажем «Не верьте, пойдемте все к нам, мы вам поможем». Сколько людей прибежит по факту к нам? А сколько… Это же старинные методы. Это же еще наши бабушки там по витухе, да, с заговором там прощили-чили за день. А тут здравствуйте, психология – это вообще о чем? А там вообще в халате с молотком человек сидит. Понимаете, свечка и человек в белом халате. Свечка-то не страшна. Да-да. Хоть и бесполезна. Вот, Олеся, что бы Вы рекомендовали, как сберечь свои нервные клетки, Ваши рекомендации во всем этом происходящем? Чтобы иметь совершенный мозг, нужно много двигаться и много учиться. И здесь самое важное, нужно понимать, что все, что происходит с нами, оно происходит для чего-то. И нам важно, чтобы мы достойно прошли через этот этап. И своим пациентам я говорю о том, что вот сейчас нам страшно. И мне тоже абсолютно так же, как и всем людям, тревожно, страшно и опасно. Но можно вести себя и прятать, как страус, голову в песок, а можно трезво смотреть на окружающий мир. Нужно поддерживать своих пожилых родителей, помогать им в каких-то... и тем самым отвлекаться. Нужно продолжать заниматься физической культурой, заботиться о своем здоровье, не касаемо тревоги. Вот какой спорт лучше? Активный или там йога, силовые? Все, что приносит вам удовольствие. Если вам приносит удовольствие танцы, танцуйте. Если вам приносит удовольствие йога и правильное дыхание, занимайтесь йогой и правильным дыханием. Что делать, если спорт не приносит удовольствие? Я просто вот не знаю. Искать другие источники эндорфинов, это может быть чтение, сексуальная активность, путешествия, вопросы искусства, посещение выставок, общение с друзьями. И поверьте мне, что вокруг любого человека очень много людей, которые находятся в том же состоянии. И если это проговаривать и открыто говорить о том, что да, мне страшно, да, я боюсь, да, но это временно. И, наверное, мозг, он сам себя программирует. Нервная клетка сделает все, чтобы сохранить себя и сохранить тело здоровым. У нас буквально минута осталась, Раиса, тогда еще от вас все-таки, наверное, советы тем, кто попал под частичную мобилизацию, женам, мужчинам. Я предполагаю, что, конечно, они могут нас и не смотреть, хотя, может быть, неизвестно в интернете, пока есть, допустим, на тех же самых полигонах. Но чего делать нужно, как вот сейчас нужно себя разложить, коротко, если возможно. Ну, коротко, в двух словах. Жить обычной жизнью, как мы и жили. Вставать, кушать, заниматься вот спортом, как Олеся говорила, заниматься любимыми делами, говорить хорошие слова друг другу, слова любви, слова поддержки, выезжать на природу. То есть заниматься именно той жизнью, которой и занимались. Не надо впадать в эту панику и что-то там заливать алкоголем, напиваться таблетками или еще какие-то экстремальными занятиями заниматься. У нас очень большая генетическая память на ДНК. Мы прошли такие войны и выдержали наши бабушки, дедушки, прабабушки. Такой страх и ужас. То, что сейчас происходит, да, нам кажется, что это очень страшно, но понимать надо, что это все проходит, это все тоже пройдет. И жить надо здесь и сейчас. Это самое важное. Спасибо вам большое за участие в программе и за ваши ценные рекомендации. Поспокойнее стало, поспокойнее. Немножко, да. Ну вот первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится. И выжили те, кто сфокусировался на своих делах без ожидания того, что еще может случиться. Это, пожалуй, одна из самых знаменитых цитат Виктора Франкла, бывшего узника концлагеря и психотерапевта. Ну и хорошая рекомендация для всех нас. А если самостоятельно справиться со стрессом не получается, попросите помощи у своих близких и те, кто вас окружает. Не зря же говорят, вместе мы силы. Это был вечерний хэштег Дмитрий Чешков, Дарья Власова. Всего доброго, хороших выходных, спокойных.